Шримад Бхагаватам, первая песня, 8 глава, 21 текст. Кришная, васудэвая, деваки, нанданаяча, нандагопа кумарая, говиндай намонамаха. Перевод и комментарий Его Божественной Милости, Ачебхактивиданты, Свами, Шилы, Прабхупады. Поэтому я в глубочайшем почтении склоняюсь перед Господом, который стал сыном Васудэвы, радостью Дэвэки, сыном Нанды и других пастухов Фриндавана и приносит радость коровам и чувствам. Комментарий. Господь, к которому, как уже говорилось, нельзя приблизиться с помощью каких бы то ни было материальных средств, по своей незнающей границ беспричинной милости, нисходит на землю, как он есть, чтобы оказать особую милость своим беспримесным преданным и ограничить власть демонических людей. Царица Кунти предпочитает это воплощение или аватару Господа Кришны всем другим, потому что, когда он принимает этот облик, к нему легче приблизиться. В воплощении Рамы он был царским сыном с самого рождения, но в воплощении Кришны он, хотя и был сыном царя, оставил дом своих настоящих родителей, царя Васудэвы и царицы Дэвэки, сразу же после своего появления на свет и перенесся в объятия Яшода Майи, чтобы играть роль обыкновенного мальчика-пастушка в благословенной Враджабхуми, которая освящена его детскими играми. Поэтому Господь Кришна милостивее Господа Рамы. Конечно же, он был очень добрый к брату Кунти Васудэве и его семье. Если бы он не стал сыном Васудэвы и Дэвэки, царица Кунти не могла бы называть его своим племянником и обращаться к нему с родительской любовью. Но Нанди и Яшоди повезло больше, потому что они могли наслаждаться детскими играми Господа, самыми привлекательными из всех его игр. Ничто не может сравниться с его детскими играми во Враджабхуми, так как они целиком повторяют его вечные забавы на изначальной планете Кришналоки, которая в Брахмасамхите описана как Чинтамани Дхама. Господь Шри Кришна сам не зашел во Враджабхуми со всем своим трансцендентным окружением и атрибутами. В связи с этим Шри Чайтане Махапрабху подтвердил, что нет никого удачливее обитателей в Враджабхуми, в особенности девушек-пастушек, отдавших все, что они имели ради удовлетворения Господа. Его игры с Нандой и Яшодой, с пастухами, и особенно с мальчиками-пастушками и коровами, дали повод называть его Говиндой. Господь Кришна, как Говинда, особенно расположен к браманам и коровам, показывая, что процветание человечества в значительной степени зависит от этих двух вещей браманической культуры и охраны, защиты коров. Там, где они отсутствуют, Господь Кришна не может быть удовлетворен. Омагьяна-тимиран-дхасиагьянан-джана-шалакая чакшурон-милитамья-натасмай-шри-гураве-намаха Шри Чейтанья-манобхи-штам-стхапитамья-набху-тале сваям-рупа-кадама-хьям-дадати-свапа-дамтикам Ванчха-калпатарубьяща-крепа-синдхупе-вача Патитанам паванебхио-вайшнавебхио-намо-намаха Жай-шри-кришна-чайтанья-прабху-нитт-а-нанда Шри-адвай-та-гадат-хара-шри-васады-гау-рабхакта-вринда Харе-кришна-харе-кришна-кришна-кришна-кришна-харе-харе Харе-рама-харе-рама-рама-рама-рама-харе-харе Поэтому я в глубочайшем почтении склоняюсь перед Господом, который стал сыном Васу-девы, радостью Девы-ки, сыном Нанды и других пастухов в Риндавана и приносят радость коровам и чувствам. В своем комментарии, здесь Шелупрупада следует комментарию Вишванадхи Чакаварти Такура, объясняя значение этой шлоки. Шелупрупада говорит следующее. Царица Кунти предпочитает это воплощение или аватару Господа Кришны, всем другим. Царица Кунти этими словами утверждает, что аватара Кришны, когда Кришна приходит сам, это лучшая аватара и, соответственно, это лучшие и самые высшие игры, деяния, которые он совершает в этом воплощении. Шелупрупада объясняет, что Кришна в этом воплощении более милостив, чем в других воплощениях. Поэтому царица Кунти предпочитает воплощение самого Кришны другим множеству воплощений Господа, в которых он приходит в этот материальный мир. В комментарии Шелупрупада подчеркивают вот этот момент, вот это вечное положение, эту вечную истину о том, что абсолютная истина в высшем своем проявлении является личностью. И эта личность, Адвайта Мачюта Манади, Мананта Рупам, вечно пребывает во множестве своих трансцендентных форм, таких как Нарайна, на Вайкунтхах. Но при этом его высшей формой, своя Бхагавана, является Кришна, сын Махараджи Нанды, который совершает свои вечные игры, вечные обители в Раджабуми, Вриндавана, да, и это проявляется как в Раджабуми Вриндаван. Духовный обитель Галлока Вриндавана проявляется как в Раджабуми Вриндавана на этой планете. Это духовный обитель, проявленный здесь, в этом материальном мире, на этой планете. Ничуть не хуже изначальной Галлоки Вриндаваны, высшей планеты духовного мира. И так Кришна вечно существует во множестве своих трансцендентных форм. Но, тем не менее, это не разные личности Бога, они все суть одно. То есть, это сам один Верховный Господь проявляет себя во множестве форм. Даже йоги могут распространять себя в девять форм. Кардама Муни, пример из Шримад Бхагават, пример мудреца Кардамы, который стал отцом еще одного воплощения Господа, Капиладева. Он, обладая мистическими силами, проявил девять форм себя, когда он выполнял свои обязанности Грихасхи, зачиная от детей со своей супругой Девахути. Они зачали девять детей, он для этого распространился в девять форм. Не будем о деталях и о эзотерическом смысле вот этой истории. Скапила Девина Господь один, личность Бога, вечно существует во множестве своих форм. Адвайтам, все они Адвайтам, Адвайтам означает, они едины, это не так, что их много. Если существует множество форм Господа, множество различных форм Нарайны, на множестве планет Вайкунхи, это не значит, что это все отдельные личности и богов получается много. Адвайтам означает, что все они суть одной, это один Верховный Господь, проявляющий себя во множестве форм и экспансий. Адвайтам, Адвайтам, Ачютам, они непогрешимы, то есть Господь во множестве всех этих форм Ачютам, Он остается безупречным и недосягаемым для материальных качеств, материальных гун, материальной природы. То есть Ачютам, Он непогрешим, безупречен, Он вечно остается в этом положении, Его положение не может быть нарушено. Ачютам означает, что это не может быть нарушено, это существует вечно, Он вечно и непреклонно существует во множестве своих форм. И все они Адвайтам, Ачютам, Анадим, они изначальные, то есть у них нет начала, они не появлялись никогда. Единый Верховный Господь Адвайтам непреклонно, непрерывно существует вечно во множестве своих форм. И всем этим формам нет начала, они существовали всегда, Анадим и Ананта-Рупам, специфический термин Ананта-Рупам как раз указывает на то, что этих форм бесконечное множество, их не 10, не 1000, не 30 триллиардов даже. То есть мы даже не можем представить себе эти цифры, то есть Ананта-Рупам, бесконечное множество этих форм. И все они Нава-Йованам-Ча, хотя они изначальные, существуют вечно, они, тем не менее, обладают вечной трансцендентной свежестью и новизной. Нава-Йованам означает, что Кришна всегда свежий во всех своих трансцендентных формах, Он не может надоесть и не может присытить чувства созерцающего Его или имеющего возможность общаться с Ним, тогда как все предметы, объекты материальной энергии, они надоедают, они вызывают присыщение, поэтому в этом материальном мире существуют такие явления, как пхога и тьяга. То есть мы наслаждаем чувства, потом мы хотим сделать перерыв от этих наслаждений, они уже перестают нам приносить удовлетворение, и пока мы не сделаем перерыв и немножко не соскучимся, они так и не смогут принести нам удовлетворение. То есть мы хога и тьяга, как в сезон манго в Индии, можно сначала очень обрадоваться, вот манго началось, вот можно купить побольше манго, помыть и предложить Кришне побольше манго, но потом, когда кушаешь эти манго, первый очень вкусный, второй, третий, четвертый или какой-то еще по счету, но потом, в принципе, фрукт и фрукт, ничего особенного в этом нету, то есть такого природа материального мира здесь все надъедает, все присыщается, но Кришна навоеванным, он не только вечно юный, вечно свеж и никогда не устает, никогда не испытывает депрессии, он вечно испытывает блаженство, его танцидентные формы, его танцидентные качества вечно вызывают восхищение и очарование у преданных, и это нарастает вечно, это никогда не кончается, навоеванным чад. Таким же образом, вот это очень важное качество навоеванным, его можно испытать уже сейчас на уровне Саддана Бхакти, те, кто искренне практикует процесс преднослужения, в частности, такой важный процесс, как повторение святого имени и чтение Бхагавадгиты и Шримад Бхагаватам, может ощутить, что Бхагавадгита, Шримад Бхагаватам, философия сознания Кришны не надъедает, она всегда вызывает радость и удовлетворение, и также повторение святого имени вызывает радость, удовлетворение и дает силы, дает духовную силу, высший вкус и вместе с ним духовную силу противостоять соблазнам материального мира. Вот это качество Кришны навоеванным, он вечно свежий, вечно юный, не может вызывать пресыщения, не может никогда надоесть. Как человек голодный, если он покушает плотно, то он не будет хотеть есть какое-то время, но это не распространяется на трансцендентную энергию, на духовную энергию, на Кришну, его атрибуты, его качества, его имена, его деяния. То есть сколько бы мы не слушали, когда сам процесс слушания и воспевания пробуждает вкус к слушанию и воспеванию о Кришне, о славе Кришне. И поэтому сколько бы мы не слушали, чем больше мы слушаем, тем больше пробуждается вкус, чем больше пробуждается вкус, тем больше хочется слушать и воспевать. И никогда не может настать такого момента, что я так насытился этим слушанием и воспеванием, что теперь я хочу немножко от этого отдохнуть, я больше не хочу слушать и воспевать, такого никогда не будет. кришна не вызывает пресыщение и так что я хотел сказать немножко погрузились в эти темы больше чем я планировал на шила правопада следует вишванатхи чакраварти такуру подчеркивая что кришна кунти деви хочет что она хочет сказать вот этой молитвы это то что она лично она предпочитает воплощение кришны всем другим воплощением и шила прупада подчеркивает что кришна в своей изначальной форме когда он приходит в этот мир как сын махараджи нанды или сын васудева и деваки васудева я деваки нанда на яча нанда гопа кумара я тут перечисляется все его имена связанные с его явлением в этом мире когда кришна сам приходит в этот мир он приходит как сын как сын деваки васудева затем он перемещается во в раджа буми и становится приемным сыном что они даже не знают что он приемный нанда махараджи и шо да мои и в этом воплощении кришна более милостив к вашим обусловленным душам чем во всех своих предыдущих воплощениях и вот это подчеркивается в комментарии шила про упады превосходство кришны над всеми другими воплощениями превосходство лил кришны над всеми другими лилами которые совершает господь в форме своих других аватар и действительности да есть утверждение видах дамадове видах дамадова это произведение руб богослами где он говорит что пришествие господа в форме различных аватар является всего лишь подготовкой или при люди или подготовкой для прихода его форме кришны из смысл высший смысл явления господа в своих различных воплощениях таких как матсе курма бараха нарсимха и других в том чтобы подчеркнуть непревзойденной высочайшую славу его игр форме кришны и вот это шлока служит главному утверждению шримад бхагаватам так называемый парибаса сутри то есть центральная или биджа шлоки называют самые существенные шлоки шлоки которые являют в которых формулируются главные цели произведения главные темы главные цели и все остальное произведение все остальные его главы разделы они служат лишь раскрытию вот этого одного утверждения этой биджи шлоки биджа означает 7 шлока из которой вырастают все остальные обсуждения в данном произведении в данной шастре и вот этой биджа шлокой шримад бхагаватам является шлока кришна ступ бхагаван своем это я чам шакала пум сам кришна ступ бхагаван своем интра ревья кулам блоком мридай анти юге юге в этом стихе говорится что все перечислены выше воплощение господа являются его полными частями а иногда частями его полных частей то есть различными его экспансиями тогда как кришна своем воплощение кришны является самим своем кришна ступ бхагаван своем кришна ту несомненно без сомнений является бхагаван своем изначальной личностью бога в брама самхите есть шлока объясняющая взаимоотношения между изначальной формы господа и его множеством экспансии хотя мы уже ссылаясь на брама самхиту обсудили то что все они а два этом все они суть 1 это сам верховный господь но все-таки в своей форме кришны он является своем бхагаваном изначальной формой и на примере брама самхите приводится пример возьмем свечу горящую свечу и возьмем тысячу к примеру тысячу негорящих свечей и зажжем все тысячи этих свечей вот этой горящей все эти свечи будут гореть одинаково и они будут излучать одинаковое количество света и тепла одинаковый объем количество теплоты но но тем не менее мы то знаем что среди них есть одна изначальная таким же образом форма кришна является вот этой изначальной свечой это его высшее проявление полное проявление в бхактира самрита синху рупагас вами на это смотрит с точки зрения качеств он рассматривает какими трансцендентными качествами обладают различные экспансии верховной личности бога и обнаруживает и показывает это нам что кришна обладает исключительными качествами всеми качествами которые есть у в его форме на районе но есть эксклюзивные качества которые которых форма на районе лишена и потому менее привлекательно настолько менее привлекательно для даже лакшми что лакшми до сих пор находится за берегом ему на той стороне ему на она не может войти в врач она совершает аскезы для того чтобы получить благ получить право войти в раз а лилу кришны вместе с гопи она привлекается трансцендентной формой кришны его лилами лакшми дэви покидает общество своего супруга на районе хотя она прославлена тем что она никогда не покидает его но в данном случае она покидает общество на районе но в действительности она не покидает его потому что она идет куда к на районе к его изначальной форме крышные во врачи и совершает аскезы чтобы получить право войти во в риндаван и стать участницей игр кришны вместе с гопи и господь читания иронично как это можно выразиться потрунивал надо венкадабхатый браманом из шри сам продай в шерангами он спрашивал если на районе верховная личность бога то и высшая форма господа то почему же лакшми который ты венката поклоняешься оставляет его общество и идет во врач совершать аскезы на таким образом он господь читания пытался дать это высшее понимание венката бхати и гопи также есть свидетельство из авторитетных писаний где гопи не были впечатлены трансцендентной формы на районе они для них это показалось форма не притягательный не привлекательный для их трансцендентных чистых чувств привязанных полностью и целиком кришне и так кришна сту бхагаван своям это биджа шлока шримад бхагатам все это произведение из 12 песен огромное произведение вся бхагавата пурана служит все его шлоки служат раскрытию этой главной темы ашре а есть множество тем 10 тем шримад бхагатам но все они представлены таким образом чтобы раскрыть главную тему ашре а или как шило пропадов говорил на латыни суммам бонум высшее прибежище или высшее благо потолок дальше дальше нет ничего в понимании абсолютной истины есть предел условно скажем на самом деле предела нет но условно условно все же это правильно будет сказать есть предел начальное понимание это понимание безличного брамана более продвинутое понимание это понимание параматмы более продвинутое понимание понимание бхагавана личности бога и личность бога приз про и проявляет себя на планетах вайкунхи вайодхи как Рама Чандра, Нагалоки Вриндаваны, в Двараке, как Кришна, и в Гокуле, как Кришна. И вот этот Кришна, Кришна в Гокуле, это потолок, это предел понимания абсолютной истины, это высшее проявление абсолютной истины. Кришна, как сын Махараджи Нанды и мамы Ишоды, это высшее проявление абсолютной истины. И, условно скажем, потолок понимания абсолютной истины. Дальше некуда. Больше нечего понять, если человек понимает Кришну, как Личность Бога Ишварам, Парамах, Кришнах, Сад-Читананда, Виграха, то ему не надо больше ничего понимать. И Шилупрупада в лекции к этому стиху говорит, что вот это имя Говинда, имя Кришны Говинда, вот это само слово Говинда, может быть объяснено множеством способов. Кришна может быть объяснен, тоже это слово Кришна может быть объяснено множеством способов. И вы можете таким образом объяснять эти слова, Кришна и Говинда, год за годом. И эта тема не исчерпает себя. И это не может быть закончено никогда. Да, настолько хорошая шлока, которую мы сейчас обсуждаем. И Шилупрупада прославляет эту шлоку. Но, далее, вы должны попытаться понять Кришну. Хотя существует множество способов понимания Кришны, одним или другим способом. Если вы все-таки поймете Кришну просто лишь как Ишварах Парамах Кришнах, Ишварах Парамах Кришнах, что Он является Верховным Повелителем и причиной Высшим Верховным Повелителем Кришны является Ишварах Парамах Кришнах. Нет выше Его. Он причина всех причин. Сарва Карана Каранам. Если вы вот это поймете, просто вот это, только это и больше ничего, что Кришна Высшая Истина, Верховный Повелитель, причина всех причин. Если только это поймете и больше ничего, что Кришна Верховная Личность Бога. Если вы убеждены в этом, тогда ваша жизнь может считаться совершенной, успешной. Вы достигли успеха. Если вы убеждены в этом, ваша жизнь может считаться успешной. Итак, еще один момент, который я хотел подчеркнуть, это то, что Шила Павлупада в лекциях на эти стихи, в частности, на эту шлоку он дал две лекции. Он очень большое внимание уделяет философии сознания Кришны и понятиям, философским понятиям и практике, имеющие отношение к нашему реальному уровню, к нашему реальному положению. То есть, мы едва ли способны оценить трансцендентные игры Кришны во Врадже, но прежде чем мы станем способны оценить их, мы должны обрести полную убежденность, полную ясность в понимании положения Кришны как высшей абсолютной истины, как было сказано выше, Ишварах, Парамах, Кришнах. Шилупрупада уделяет очень большое внимание философии сознания Кришны и ее базовым понятиям, актуальным для садаки, для сражающихся с невежеством и с гунами начинающих преданных. То есть, вот это очень важный аспект проповеди Шилупрупады. Мы поем в Гуру Вандане Шри Гуру Вандане Прямабхакти Джагагойте Авидья Винашаджате Прямабхакти Джагагойте По его милости можно обрести Прямабхакти чистую любовь Кришне. И также Авидья Винашаджате И также он истинный духовный учитель по его милости можно обрести Прямабхакти любовь Кришне и также по его милости благодаря ему Авидья Винаша Джагагой разрушается невежество и с целью с целью как это поэрик лайсенс на английском или то что эти слова утверждения стоят в таком порядке сначала Пряма а потом разрушение невежества в действительности не означает что мы сначала любовь к Богу обретаем и потом освобождаемся от невежества то есть последовательность на это не указывает последовательность в баджане сначала должно разрушиться невежество есть еще похожее шлока в 11 песне Шимадбаба где говорится что когда материальное существование подходит к концу для какого-то живого существа после этого оно встречает преданных Господа и Джи Логас с вами объясняет что в действительности правильнее сказать что как только живое существо встречает преданных Господа тогда его материальное существование подходит к концу в действительности так правильно но почему следствие поставлено на место причины а причина на место следствия для того чтобы джива с вами объяснять для того чтобы показать что это происходит очень быстро как только человек встречает преданных господа чистых преданных его материальное существование тут же прекращается очень быстро прекращается таким же образом человек который по милости духовного учителя освобождается от виде от невежества он очень быстро будет обретать любовь к богу но сначала необходимо разрушить невежество поэтому посмотреть если на проповедь шила пропады через призму вот этих двух утверждений прямо бахти джаха ходит и а видеве наши джаты то наверное 90 процентов мы увидим как шилобру в проповеди шилобру пада как шилобру пада обрушу обрушила обрушивает поток своей могущественной проповеди против невежества которое держит нас в плену иллюзии он рушит наше невежество атакует наше невежество это основной поток так сказать в проповеди шилобру пады направлены на разрушение невежества, поскольку если словами духовного учителя, содержащими в себе только абсолютную истину, будет разрушено невежество любое к Богу, пробуждение любви к Богу не заставит себя долго ждать, поэтому очень важно дать, да, возможность Шили Прабхупаде уничтожить невежество, и люди, которые сомневаются в существовании Бога, сомневаются в том, что Бог обладает трансцендентной формой и непостижимыми энергиями, сомневаются в том, что Бог является личностью, и в конечном итоге в том, что высшим проявлением Господа является Кришна, который пасет коров и играет со своими друзьями, мальчиками, пастушками во Вриндаване. Если человек не убежден во всем этом, он без сомнения пребывает неудачлив и пребывает в глубоком невежестве. И это невежество необходимо разрушить с помощью авторитетных методов предного служения, которые начинаются со Шраваном, Шраваном, Киртоном. Нужно постоянно слушать, вновь и вновь слушать чистое послание из авторитетного источника, то есть читать книги Шилы Праупады. Нужно постоянно повторять это, пытаясь осмыслить это, нужно постоянно повторять святые имена Кришны, стремясь очистить свое сердце, потому что именно это грязь, это скверно. Последствия греховной деятельности удерживают нас в плену иллюзии, делают наш рассудок тупым и невосприимчивым к духовным предметам. Необходимо разрушить невежество. И самый-самый первый этап лечения от невежества это осознание себя душой, отличное от материального тела. Я не это тело. Это самый первый этап выздоровления человек, который затрудняется на этой стадии лечения от невежества, о виде. Он вряд ли сможет продвинуться в понимании трансцендентной природы, трансцендентных форм, качеств и деяний, обители, атрибутов верховной личности Бога. Я не это тело, мы вечные души, частицы, абсолютно истинно частицы трансцендентного тела Кришны, которые покрыты лишь временно этой материальной энергией, этими гунами. Временно, так же как Кришна, они не покрыты, не досягаем для действия гун материальной природы. Так же его частицы, живые существа, они отличны от него лишь тем, что временно могут быть покрыты, но в конечном итоге лишь только временно. И метод предного служения, метод сознания Кришны, авторитетный метод, бхакти-йоги, является наиболее могущественным и наиболее быстрым способом избавиться от авидии, от невежества, в плену которого мы находимся с незапамятных времен и вынуждены по этой причине умирать и рождаться. Но Кришна и преданный служ, в первую очередь преданное служение Кришне может положить конец этому очень быстро, в зависимости, все зависит от того, насколько мы искренне принимаем этот процесс. Вот это специфика проповеди Шилупруппада «Видевень наше разрушение невежества». Можно прочитать несколько предложений из лекций Шилупруппада, где он ничего не говорит о расе, а вот этой особенной, эксклюзивной расе, духовном вкусе, связанном с лилами Кришны, он проповедует утверждающие. Предложение за предложением утверждает эту истину с ссылками на авторитетные писания. Итак, Васудева, имя Васудевы Шилупруппада говорит, что оно указывает на Кришну, который всепроникающий, который пронизывает с собой все в своей форме, сверхдуши. Васудева означает тот, кто живет везде, тот, кто находится всюду. Смотрите, Васудева, слово «всюду». Васудева означает тот, кто живет везде, находится везде. Это аспект Кришны, его безличный аспект и его полу-личностный аспект Параматмы. В этих аспектах Кришна пронизывает с собой все. Деваки-нандана. Здесь Кунти-деви использует это слово. В действительности это также есть в Адхарваведе, в изначальных шрути, шастрах. Кришна приходит как Деваки-нандана, и его приемным отцом является Нанды-гопа, Нанды-гопа, Нанды-махараджа. Это утверждается в изначальных. Шрути в ведах. Мы знаем разделы вед Шрути. Адхарваведа. Это одна из четырех изначальных вед. И там содержатся эти утверждения. Шилупрупада дает ссылку на это. Шилупрупада говорит, что это идентификация, ID, так сказать, или удостоверение личности, удостоверение личности Бога. Деваки-нандана, он сын Деваки. Но есть много сыновей Деваки? Нет. Он еще и Нандагопа-кумарая, или все эпитеты прочитаем. Кришная. Много Кришн. Но Васудевая. Васудевая, кроме того, что это указывает на всепроникающий аспект Господа, это также указывает на то, что Он пришел как сын Васудевы. Но есть много Кришных сыновей Васудевы. Нет, Деваки-нандана, и Он еще сын Деваки. Но если есть много разных Деваки, Нандагопа-кумарая, Он сын пастуха Нанды, Нандагопа. И также Он известен как Говинда. Говинда – это тот, кто дарует радость коровым и чувствам. Кришна стал, условно говоря, это вечное трансцендентное имя Кришны, Говинда, но в его вечных трансцендентных лилах есть вечный, так сказать, отчет, когда Он становится известен как Говинда. Это условное выражение, безусловно, что в какой-то момент Он становится известен как Говинда. Есть самскара при переходе из детского возраста в юношеский и совершается самскара. Нет, не с этим это связано. Когда Его омыло корова Сурабхи, с того момента Он стал известен как Говинда. Это точка отсчета в Его вечных трансцендентных играх. Говинда означает тот, кто дарует радость коровым и чувствам. Го означает корова, и Го означает чувства. Говинда означает тот, кто вызывает радость в чувствах. Если мы занимаем свои чувства служением Кришне, мы можем быть полностью удовлетворены Говинда. Говинда – это божество Абхидеи, божество процесса предного служения, практического предного служения. Как раз само имя этого божества, олицетворяющего Абхидею, Говинда или Говинджи, указывает на то, что сутью Абхидеи или процесса предного служения является вовлечение чувств в этот процесс. То есть чувства этого тела должны быть заняты служением. И служение начинается с языка. Шилапрапада это часто подчеркивает. Кришна не так, что он может быть понят с помощью усилий. Господь Брама говорит Нужно отбросить попытки понять его с помощью своих усилий. Но куда же тогда направить усилия? Усилия нужно направить на любовное, трансцендентное служение Кришны под руководством Духовного Учителя, следуя наставлениям Духовного Учителя. И тогда, что произойдет с Пхураттиадага? Кришна откроется. Кришна откроется. Его нельзя понять с помощью усилий собственных. Но если усилия направить на служение ему и смиренно ждать, Кришна откроется. Вот такой метод постижения абсолютной истины в ее высшем аспекте Личности Бога, Кришны, нужно направить свои усилия на служение. Нужно занять свои чувства Го, служением Го Винди. Читая лекции Шрилупарупады, я также неуклонно ощущал, что Кришна Катху, который дает Шрилупарупады, ее невозможно повторить. На академическом уровне это может быть возможно, то есть можно выучить, допустим, лекцию Шрилупарупады наизусть. Наверное, это возможно и повторить ее. Но что такое лекция по Шримад Бхагаватам? Это простое и спонтанное раскрытие себя, своего содержания внутреннего. Что такое лекция по Шримад Бхагаватам? Это когда преданный Бхагавата он просто раскрывает себя. Он просто берет и как на духу выкладывает, как говорится, просто выкладывает все свои реализации и чувства, и осознание, понимание. И Шрилупарупада это делает. И можно видеть, что Шрилупарупада основывается на чувствах, на привязанности к Кришне, безусловно. Но есть еще другое чувство, которое бросается больше всего в глаза, в проповеди Шрилупарупада. Это сострадание. И очень горячее желание дать сознание Кришне другим. Сострадание и очень горячее желание дать сознание Кришне другим. Мы, покрытые вожделением, гневом и завистью, не можем иметь такого желания. и потому невозможно имитировать Шрилупарупада. Невозможно. Если кто-то попытается имитировать и строить из себя очень сострадательного, безусловно, у нас может быть какое-то сострадание с опорой на свой собственный опыт, как мучительно материальная жизнь, как плохо вообще без сознания Кришны. Мы можем все-таки иметь естественное какое-то искреннее желание поделиться сознанием Кришна другим. Все это замечательно, но Бхагавата такого уровня, Ачария такого уровня, это невозможно повторить. И лекции Шрилупарупады с точки зрения ума и чувств не очень-то привлекательны. С точки зрения интеллекта, да, они более привлекательны. Но чтобы интеллект подключился, у человека должна быть вера. Поэтому, если у человека нет веры, даже интеллектуальный аспект лекции Шрилупарупады не сможет понять. Таким образом, но с точки зрения чувств, с точки зрения эмоций, с точки зрения настроения, это невозможно имитировать, невозможно повторить. То есть, очень сильное сострадание, очень сильное желание дать сознание Кришны другим. Самое лучшее, что мы можем сделать для себя самих и со своей собственной жизнью, это подставить свои уши, свое сознание под поток проповеди Шрилупарупады. Слова чистого преданного очень могущественны. Шрилупарупада в Шреши Панишад говорит, что в том месте, где он говорит в видении, что постичь Кришну, изучая веды, очень сложно. Это сопряжено с множеством трудностей. Но чистый преданный Кришны, он может дать Кришну просто со словами «Вот он, возьми его». Таково могущество чистых преданных Кришны. И как чистый преданный Кришны дает Кришну словами, он говорит, и мы можем получить Кришну. Опять же в этом баджане Шри Гуру Вандана, Шри Гуру Чаране, Шри Гуру Чарана Падма, Кевала Бхакати Садма, Бандуму и Савадгана Маты. Джахара Прасаде Бхай По его милости можно Эбава Тория Джай Можно победить материальное существование, можно победить Самсару по милости духовного учителя. И далее Кришна Прапти Он может дать Кришну. Истинный духовный учитель, чистый преданный Кришну, он может дать Кришну. Но тот, кто несерьезен в слушании Кришна Кадхи из уст чистого преданного, он лишен возможности обрести Кришну. Это единственный способ обрести сознание Кришны. Слушать из авторитетного источника и таким образом обрести убежденность, которой будет достаточно, чтобы больше не рождаться в материальном мире. Джанама Карма Чем Эдивиам Эвам Явети Тататага Тот, кто понимает Божественную природу явления и деяний Господа, оставляя это тело, больше не рождается. Понимания достаточно, иногда только лишь частичного понимания достаточно, если мы убеждены. Даже Камса был убежден, что Вишну нельзя убить, потому что Вишну вечен. То есть Камса частично понимал природу Кришны, и поэтому он обрел освобождение. Это уже вторично, что он всегда думал о Кришне. Почему он думал? Потому что он знал, что он вечен, и его нельзя убить, поэтому он вечно был озадачен, как же все-таки убить. Это парадокс своего рода, это безумие демонов, но тем не менее Камса понимал, что Вишну вечен, и именно это принесло ему спасение. Так объясняют наши Ачарии. То есть даже частичного понимания или как здесь Шиллапрапад говорит, если вы поймете вот это Ишварах Парамах Кришна, Кришна, Верховная Личность Бога. Если вы обретете убежденность, ваша жизнь увенчалась с успехом. Да, есть еще время, я еще прочитаю. Бхагаватам утверждает, не тратьте свое время на проблемы хлеба. Это когда просят у Бога благ материальных. Итак, Бхагаватам утверждает, не тратьте свое время на проблемы хлеба. Не тратьте свое время. Тасьява Хетов Прайты Ковидо Налаби Тая Драматам Упарья Дага. Это Шримад Бхагаватам 1.5.18. Шил Пропад цитирует его в лекции к этому стиху. Не тратьте свое время в отношении того, как решить экономические проблемы. Это все глупости. Конечно, это революционно звучит. Люди будут ненавидеть меня. Что это с вами говорит вообще? Но на самом деле это факт. Это просто другое безумие. Еще одно безумие. представьте вы богатый представьте ваш отец очень богатый человек. У вас будет достаточно пищи. Где экономические проблемы? Это все безумие. Нет экономических проблем. Никаких. Если вы знаете мой отец богатейший человек в этом городе, тогда откуда у вас будут экономические проблемы? То есть Шил Пропад говорит о том, что Кришна Верховный Господь. Он Отец всех живых существ. Он обладает бесчисленными богатствами. Все принадлежит ему, все является его энергией. Ишавасим идам сарвам. Если вы осознаете это, то где экономические проблемы? Итак, это сознание Кришны. Итак, люди в сознании Кришны, они не имеют никаких экономических проблем. Шил Пропад говорит, люди в сознании Кришны, у них нет экономических проблем. Все обеспечивается Кришной в необходимом количестве. В Лос-Анджелесе наши соседи, они очень завидуют. Вы не работаете, у вас нет никаких беспокойств, и у вас четыре машины. Вы кушаете так замечательно. Как это возможно? Они спрашивают преданных. Это на самом деле факт. Мы тратим столько денег, у нас столько много центров, по нашим подсчетам 70 тысяч долларов мы тратим ежемесячно. Кто это все дает? Так или иначе, мы все это получаем. Итак, нет никаких проблем. Вам нужно просто стать искренним слугой Кришны. Вот этого достаточно. и это тест, это проверка. Вот это очень сильное утверждение. Проверка. Если у вас нет никаких проблем, у вас нет никаких беспокойств, вот это есть проверка. Можете вы предаться Кришне? Верите вы в то, что он может дать все необходимое и предоставить полную защиту? Нужно лишь стать искренним слугой Кришны? Вот это тест. Они завидуют нам то, что мы не работаем, а при этом у нас всего предостаточно. И мы тогда отвечаем, ну а почему бы вам тоже не присоединиться к нам? Нет, этого они не сделают. Идите к нам, повторяйте Харе Кришна. Нет, 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 это я не могу. Ладно, тогда работай на своем грузовике Шилпрупад имитирует звуки Уж 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 Они сами сделали свое положение очень опасным и положение других так же. Они говорят, в любой момент может произойти что-то, какое-то ЧП. Вы видите, это цивилизация. Нонсенс. Это не цивилизация. Цивилизация означает спокойствие, мир, процветание, шанти. И в этом мире и процветании вы должны практиковать сознание. Вы должны быть в сознании Кришны постоянно. И также Шилпрупада объясняет трансцендентное положение Кришны переходит к теме Шри Мандира Марджана Дишу служение в храме, служение божеству. Марджана означает мыть храм. Одеваете вы божество в храме или вы моете храм. Все это имеет один и тот же эффект. Не надо думать, я вот уборщик, а я вот так сказать одевальщик Шилу Пропаду говорит. Нет. И уборщик, и одевальщик находятся на одном уровне. Кришна является абсолютным истинным, абсолютным. И любым способом, каким бы вы ни были заняты в служении, ваша жизнь будет успешной. Это и означает движение сознания Кришны. И так еще еще один абзац. так говорит Шилу Пропада следуя поступам таких преданных как Кунти, мы обретем способность понять, как она здесь подчеркивает. Кришна есть удостоверение у какого-то человека. Как какое имя у вашего отца? И здесь это дается. Имя отца, Бога, и его матери, и его адрес. Шилу Пропада говорит, в этом стихе есть имя отца, имя матери, и адрес Бога. Мы не персоналисты, никаких размытых идей. Нет, все полностью совершенно. Вот оно удостоверение, идентификация. И если вы воспользуетесь вот этой пропагандой сознания Кришны, вы непременно получите благо. Итак, остановимся здесь. Нет, еще раз повторю слова, я на них уже ссылался из лекции Шилу Пропады. Итак, это слово Гавинда может быть объяснено множеством способов. Кришна может быть объяснен множеством способов. Вы можете пытаться объяснять эту шлоку год за годом, и вы не закончите. Это настолько хорошая шлока. Но если мы должны попытаться понять Кришну, есть много путей понимания Кришны. Тем или иным образом, если вы просто поймете, что Кришна ишварах парамах Кришна вот это всего лишь это, что Кришна является Верховной Личностью Бога, если вы убеждены в этом предмете, тогда ваша жизнь успешна. Харе Кришна, есть ли вопросы, дополнения? Харе Кришна, значит нет сегодня, есть Евгений Ну вот можно же подумать, если нет разницы между тем, что заниматься одним видом служения или другим, кто-то одевает мажорство, кто-то убирается, допустим, но тогда тот, кто убирается с материальным сознанием может подумать, что почему бы, если нет разницы, тогда я тоже буду одевать, ну то есть это сомнение материального ума, как их разбить и что с ними делать. Понятно. Как правильно понять вот эти наставления Шилл Круппады, то есть он говорит об этом для того, что ну для чего, как вот допустим я, если я оказался на таком месте, ну примерно, что мне что-то может не нравится, как я должен вот эти слова Шилл Круппады воспринять и как правильно действовать игры нужно выполнять то служение так, помехи, все, нету, нужно выполнять служение, для которого мы квалифицированы, для каждого служения необходима квалификация, и мы можем поклоняться, мы можем не только убирать, мы можем поклоняться божеству непосредственно совершая пуджу и арати, это можно делать, но для этого нужна квалификация, то есть это не говорится для того, чтобы создать классы внутри общества предных, это говорится о том, чтобы те, кто не имеет на данный момент квалификации и лицензии на какую-то деятельность были удовлетворены, я не уверен даже, что это для этого говорится, просто это истина, Кришна абсолютен, и если вы делаете какое-то служение для него, вы не получаете меньше блага от этого служения, только потому, что оно очень простое, вы получаете абсолютное благо, это вечная истина, тут даже неправильная постановка вопроса, для чего это говорится, это говорится для того, чтобы просто мы узнали истину, истина, она вот в этом заключается, что вы получаете одинаковое благо, выполняя любое служение Кришне, то, что мы можем выполнять служение Кришне внешне, но при этом с материальным сознанием внутри, это уже другой вопрос и другая проблема, о которой это совершенно другая тема, о которой можно поговорить, она бы ее обсуждали, но смысл в том, что Кришна абсолютен и служение ему абсолютно, какое бы служение вы не выполняли, вы получаете благо, это не так, что если по какой-то причине, я уже отступаю к различным причинам, почему кто-то моет храм, а кто-то одевает божество, ну допустим просто shift называется, или таков график, вот сегодня я мою пол, завтра я одеваю божество, ну я должен, поскольку служение абсолютное, если я понимаю духовную науку, то какие для меня будут проблемы, для, так сказать, брама на пуджаре, помыть храм, я буду по нему, если квалификации одевать божество, является понимание философии, а если я понимаю философию, и потому я одеваю божество, мне дано это, дано право это, то когда мне придется помыть храм, я не буду чувствовать, что меня понизили, я не буду чувствовать, что теперь мой духовный прогресс замедлится, поскольку я теперь дальше от алтаря и служение мое проще, я, если я браман и понимаю духовную науку, я буду удовлетворен, делая любое служение, вот, и в конце концов вы сами сказали, что есть ли движимый материальным сознанием, если человек движим материальным сознанием, ну, туда ему и дорога, как говорится, ну, мы же не можем философию адаптировать под его материальное сознание, не можем, не должны и не будем, наоборот, материальное сознание это предмет, с которым мы должны всегда конфликтовать, с ним не надо мириться, ни в себе, ни в других, духовный учитель, если он будет мириться с нашим материальным сознанием, нам придет конец, он должен, духовный учитель должен атаковать наше материальное сознание, пытаясь поднять нас на духовный уровень, поэтому, я думаю, что уже отвечает на вопрос, да, но давайте рассмотрим вот эти причины, почему кто-то одевает божество, совершает абхишеку непосредственно, а кто-то моет храм, и кто-то может подумать, а почему не там, не на алтаре, ну, давайте спросим его, у тебя есть второе посвящение, то есть, для того, чтобы служить божеству, формально, внешне, нужно второе посвящение, для того, чтобы получить второе посвящение, человек должен продемонстрировать свое хорошее знание, понимание философии, веру в эту философию, то есть, для того, чтобы попасть на алтарь, человек должен осознавать, что на алтаре находится сам Верховный Господь в этой своей форме арчи-аватары, арчи-виграхи. Он должен быть способен видеть Кришну в Божестве. А тот, кто не видит Кришну во всем, в его различных, не понимает и не воспринимает все существующее как различное проявление энергии Кришны, он, естественно, и не сможет увидеть его и там, на алтаре. То есть, если у человека слабая даршина, философское понимание, то тогда у него будет и слабый даршин, то есть вот это видение Божества в храме, он будет склонен воспринимать это как идол или как куклу, или как камень и дерево, или как, в лучшем случае, как символическое изображение Кришны. Но не как самого Кришну, явившегося свою трансцендентную форму в такой форме, в которой мы можем его воспринимать на нашем уровне с помощью вот этих чувств. Итак, то есть, нужна квалификация. Второе посвящение нужно для того, чтобы поклоняться Божеству непосредственно. Для второго посвящения нужно философское понимание и панчаратрика, видхи, знания, правил панчаратрики. Все требует философского понимания, вера основаны на этом и знания, правил, по которым нужно поклоняться Божеству. Если у человека нет второго посвящения, он еще не закончил обучение философии, если он еще не изучал панчаратрику, поэтому у него нет доступа на алтарь. Но, с другой стороны, масса преданных, которые уже достаточно веру обрели на основе философского понимания, могут иметь второе посвящение уже и знать правила панчаратрики. Но они имеют право поклоняться Божеству в храме. Да, почему бы и нет. А почему все время мыть? А почему ты все время только моешь храм и подметаешь? У тебя же есть второе посвящение, ты уже давно в сознании Кришны. Давай приходи раз в неделю послужи на алтаре. Почему бы и нет? То есть, нет проблем в этом. Почему бы и не я? Можно? Можно поклоняться Божеству, но нужно обрести квалификацию для этого. Может быть, есть какие-то уточнения к вопросу? Евгений. Материальное сознание это то, от чего нужно избавиться. материальное сознание олицетворяет Дхенакасура осел. Зачем быть ослами? Осла, именно этого осла убивает, Кришна из Баларама убивает этих ослов, Дхенакасуру во главе со стадом других ослов. все анархи коренятся в материальном сознании. Это не, или что олицетворяет Дхенакасура? Нет, Камса олицетворяет материальное сознание, которое посылает всех демонов уже. То есть, все анархи начало берут в материальном сознании. А Дхенакасура это я не помню, что олицетворяет Дхенакасура. Дхенакасура если мы избирательны в служении и хотим выбирать только то служение, которое удовлетворяет наши материальные амбиции, материальные чувства, это плохо. Это очень большое препятствие. Мы будем несчастными. То есть, карьеристы в сознании Кришны никогда не могут быть счастливы по-настоящему. Это всегда будет мешать нам, если мы избирательны в служении. И избирательность основана именно на анардхах, на корыстных желаниях. Некоторая избирательность, она имеет право существовать, то есть, то, что у нас получается лучше, то, где мы чувствуем больше энтузиазма в сознании Кришны именно. Здесь, конечно же, вопрос распознания, вопрос развлечения, но, безусловно, поскольку мы являемся индивидуальностями, то индивидуально в каждом случае для каждого будут отличаться условия, в которых он совершает практику, и будут отличаться служения, к которым он склонен. у нас у всех разные способности, разные склонности, и мы можем использовать эти склонности для того, чтобы наилучшим образом служить Гуру и Кришне, то есть, тоже своего рода избирательность. Это может быть сложно отличить, но нам придется научиться различать. Избирательность в том смысле, что мы пытаемся наилучшим образом служить Кришне и пытаемся делать то, к чему мы приспособлены, склонны, что у нас хорошо получается. И избирательность, которая диктуется невежеством, ленью, амбициями материальными, желанием славы, признания. То есть, зачем я это буду делать, если это никто не оценит и меня за это не признают? Нет, это я не буду делать. А вот здесь я буду на виду, меня признают, оценят, вот это я буду делать. Таким образом, мы не прогрессируем в сознании Кришны. Но если у нас чистое желание сделать служение для Кришны, мы понимаем, что у нас есть адхикар для этого, как Арджуна, по милости Кришны, опять же, он понял, что он квалифицирован, немит. Немитаматрам не немитаматрам бава Савья Сачин. Стань орудием. Савья Сачи означает специалист. Ты специалист, ты можешь это делать круто, как говорится, да? Вот сделай это для меня. Поэтому очень многие вопросы, вот такие, которые основаны на определенной растерянности, исходят из состояния зашедшего в тупик или сомневающегося, неспособного понять, а это материальное сознание или нематериальное сознание у меня сейчас проявляется. Все эти вопросы сводятся к духовному руководству. Если мы делаем то, что нас просит делать духовный учитель, то мы защищены. Мы защищены. Да, там тоже внутри можно задрать нос и гордиться и расслабиться и приспособиться, но тем не менее будет милость Кришны. Кришна поможет выйти нам на свет, так сказать. То есть очень важный момент это момент руководства. Момент руководства это не только духовный учитель говорит и ожидает, что ученик вслепуй будет это делать. Нет, это не делай, ты еще не созрел, делай вот это. Нет, духовный учитель просвещает сознание ученика, ученик становится разумным и понимающим, что для него в чем его благо. Как в конце Багаудгиты Арджуна, как он откликнулся на проповедь Кришны, помните эту шлоку в конце Багаудгиты, он сказал, что моя память восстановилась, пришла в порядок, мой разум тоже, и сомнения все ушли, и теперь я готов действовать то, что ты меня просишь. То есть не только я готов делать то, что ты меня просишь, но мой разум еще восстановлен, память пришла в порядок, и сомнения рассеяны. Я точно знаю, что это наилучшее для меня, и именно это я должен делать, и ты как раз меня поэтому и просишь это делать. То есть не слепое исследование. Индивидуальность сохраняется на всех этапах существования духовной души, и в обусловленном, и в освобожденном состоянии, поэтому и в сознании Кришна мы индивидуальности, но преданный также обладает качеством, которое вообще Бхакти Сидданта Сарасвати такура называл главным качеством Вайшнава, Шаралата и Вайшнавата. Главное качество Вайшнава, Шаралата, простота. Вайшнав, он может быть гуру, давать инициации, проводить лекции регулярно. У него могут быть ученики, но он с удовольствием может зайти на кухню, приготовить пир, раздать его потом. Он может взять тряпку и помыть полы. Он может взять тряпку, показать, как мыть полы молодому Брамачаре. Он может просто помыть. То есть, он все может делать в сознании Кришны с удовольствием, потому что он осознает абсолютную природу Кришны, абсолютную природу служения Кришне. Поэтому следуя примеру чистых преданных, великих преданных, мы должны освободиться от материального сознания и делать все, что требуется в сознании Кришны и все, что соответствует нашему положению и нашему уровню. Допустим, человек, который мало еще что понял в сознании Кришны, совсем чуть-чуть, но вдруг подумал, что он понял все, он выглядит смешно в лучшем случае, но в большинстве случаев он выглядит неприятно, как мягко говоря. То есть, это вызывает, ну или прямо скажем, это вызывает отвращение. То есть, когда мы идем и где-то видим источную канаву или кучу свиных испражнений и запах от них исходит, это противно. Также противно, когда неофит задирает нос и думает, что он все понял, хотя золотого стандарта, так сказать, подтверждения этому настроению задратого носа нету. Человек еще не обрел этой платформы, но он уже так думает. То есть, это отвратительно, это неприятно выглядит. Да, это временно, это пройдет, если человек занят, придерживается общения хорошего, но тем не менее это отвратительно. Поэтому надо делать то, для чего мы квалифицированы. Не надо учить других, не надо наставлять других, если мы находимся в фазе, когда мы должны учиться и получать наставления. Все в свое время. Сын становится отцом, ученик становится учителем, но надо пройти через это все, пройти через весь тренинг. И самый базовый, самый основной тренинг это слушаться и делать служение любое смиренное и быть счастливым или как мы говорим на исконовском сленге, быть в экстазе при любых ситуациях, делая любое служение. Вот это базовый тренинг. Если человек, который не понял, что такое быть слугой, не понял, что такое не держаться за свое ложное эго, не позволял катком по себе проезжаться, если он станет гуру, это будет катастрофа для всей ятра и для всей зоны, где он будет гуру. Это будет катастрофа, это катастрофа будет, так сказать, вселенского масштаба. То есть, недавно я слушал лекцию духовного учителя, он подчеркивает, он делает утверждение, он говорит о проблемах гуру и делает утверждение, как решить проблемы гуру. Проблемы, связанные с гуру, падение гуру, злоупотребление положением гуру, отклонение со стороны тех, кто выступает в роли гуру. Как все эти проблемы решить? Варна-шрама-дарма, что подразумевается варна-шрама-дарма, он объясняет, обучение с самого раннего возраста, с детства. И поэтому неважно, сколько нам лет, если мы в сознании Кришны, у нас сейчас детство, это детство нужно прожить как ребенок, не надо изображать из себя взрослого. Для чего? Для того, чтобы в будущем можно было спокойно принять на себя роль лидера какого-то масштаба, руководителя, GBC, гуру. Спокойно. И эта роль, какая бы она большая не была социально, будет принята всего лишь как форма служения. То есть, я буду продолжать осознавать себя слугой, и ничто не сможет этого нарушить. Ни тысячи учеников, склоняющихся в Большом Пандале, ничего не сможет это нарушить. В действительности, по мере развития Варнашерма не будет тысяч учеников в Пандале. Будет много гуру, и у каждого будет меньше учеников. Возможно такое, такая модель. Хотя, конечно, всегда будут выдающиеся личности в тех или иных аспектах своей личности. Будь то харизма, духовное могущество, так или иначе индивидуальность сохраняется. То есть, да, мы должны принимать ответственность, мы должны проповедовать, мы должны поклоняться Божеству уметь, мы должны обучать других быть способны. Все это надо, но все это должно, к этому нужно прийти по правильному пути, не нужно резать, так сказать, этот путь. гармонично нужно поступательно развиваться. Никогда не будет проигрышем принятие на себя каких-то видов служения, которые развивают смирение, никогда это не будет, никогда, даже когда мы уже будем, если мы будем какими-то лидерами, гуру для многих, даже если, я говорю, даже если, потому что многие не будут, и это не надо, надо лишь, чтобы мы были способны повторять Харе Кришна и быть счастливыми одним этим, вот это надо, а все остальное уже на самом деле вторично, но даже если это будет, то в этом положении даже всегда очень полезны ситуации, которые усмиряют нас, напоминают нам о нашем положении, помогают нам быть смиренными, это очень существенно в духовной жизни. Ладно, уже мы сегодня задержались, прошу прощения, здесь остановимся. Харе Кришна. Шилоправпадаки Грандхарат Шримад Бхагаватамки Чай. Чай. Продолжение следует...